Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Старопольский Благовест». Завтра в Воскресном Евангелии Бог открывает нам с вами правильное отношение к славе. Господь убегает от славы, а она тем более преследует Его. Когда народ теснился около Христа, Он восходит на корабль, чтобы с корабля учить стоящих на берегу моря, так что все находились перед лицом Его, и никто не ушел за спину. А за то, что Он учил с лодки, Он не оставил владельца этой лодки без награды. Он даже вдвойне Его облагодетельствовал, одарил Его множеством рыб и сделал Своим учеником. Осознайте глубокое видение Господа, как Он каждого привлекает через свойственное и сродное Ему средство. Например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Заметьте и кротость самого Христа, как Он умоляет Петра отплыть от земли. Ибо просил и тот, как благопокорен был Петр, человека, которого не видел, не знал, он принял на свой корабль, на свою лодку, и во всем ему повинуется. Когда Господь сказал ему, чтобы он отплыл на глубину, тот не отяготился, не сказал, «Всю ночь я трудился, ничего не поймал, ничего не приобрел, и тебя ли теперь послушаю, и начну ли опять ловить рыбу днем, когда нет клевого?» Ничего такого Он не сказал. Он, напротив, «По слову твоему закину сеть». Так Петр был горячим в вере и прежде даже самой веры. Зато и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, и знаками пригласил соучастников, то есть общников, бывших на другом корабле. Знаками пригласил их потому, что пораженный был необычной ловлей, не мог говорить. Далее Петр в глубоком благоговении просит Иисуса, сойти с корабля, говоря о себе, что он человек грешный и недостойный быть вместе с ним. Это событие, совершившееся две тысячи лет назад, можно понимать и в переносном смысле, когда корабль есть синагога иудейская. Петр представляет образ учителя закона, учителя, бывшие до Христа, всю ночь трудившиеся, потому что время до пришествия Христова — это время тьмы, время ночи. И ничего не достигли. И когда пришел Христос и настал день, как говорит апостол Павел, ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся во оружие света. То апостолы, поставленные на место законоучителей по слову, то есть по заповеди его, закидывают сеть Евангелия и уловляют множество людей. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами и приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учители церквей всех времен. Они, преподавая, объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков для Царства Божия. Обратите внимание и на выражение «закинули сеть». Потому что в Евангелии есть сеть, имеющая изложение речи, смиренное, простое и приближенное к простоте слушателей. Поэтому и говорится, что оно закинуто. Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. И так исполнилось слово пророка, сказавшего, «Вот я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и буду ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их. И со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья и скал». Рыбаремием назвал он святых апостолов, а ловцами – правителей и учителей Церкви последующих времен. Воздвижение Чеснового и Желтворящего Креста по сути главный праздник нашего города – Града Креста. Один из старейших храмов Краевой столицы, Крестовоздвиженский, отметил престольный день. Основание Крестовоздвиженской церкви связано с размещением на улице Голенева, а в те годы – кузнечной архиерейского подворья. Для него в 1842 году купец Игнат Волобоев пожертвовал свой дом. Владыка Иеремия осветил там храм в честь воздвижения Креста Господня. С историей церкви связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России, в том числе и святителя Игнатия Брянчанинова. Здесь с 1857 года по 1861 год жил, трудился, молился епископ Игнатий Брянчанинов, кавказский епископ и черноморский. Епископом он был только здесь, на Северном Кавказе, в городе Ставрополь. В середине 20-х годов церковь закрыли, и службы в ней возобновили лишь в годы войны. Более того, храм стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархий. Здесь возродили Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет она выпустила более сотни образованных священнослужителей, из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. Храм был невысокий, как мы видим, где-то 4,5 метра, 5, если крышу не считать. Сейчас храм 42 метра высотой. Судьба Николая Чемоданова крепко связана с жизнью храма. В 1962 году его здесь крестили, а спустя год храм закрыли почти на 30 лет. Церковь дважды была разорена, в 20-х и 60-х годах. Возрождение святыни началось с 1990 года. За это время храм был практически уничтожен, поэтому его пришлось не просто восстанавливать, а скорее строить заново. Здесь появился новый алтарь, крыша, купол. Ну, сейчас вы видите, храм исторический, памятник, он выявлен. По периметру он такой же, то, что мы смогли, мы немножко так вот поставили на свои места. У нас есть редкий такой иконостас резной, 17 метров шириной, 8 метров высотой. Такие же иконы у нас практически выражают ансамбль храма. Это самый большой храм в городе Ставровле по кубатуре и квадратуре получился. Храм старинный, почитаемый, намоленный. Поклониться кресту в престольный день в крестовоздвиженскую церковь приходит множество людей из разных храмов города. Ведь по сложившейся традиции в канун праздника, освященный в Иерусалиме крест, переносят из Казанского кафедрального собора в крестовоздвиженский. В святыне пробудет здесь до крестопоконной недели Великого Поста. Уже по традиции в день воздвижения честного и животворящего креста Господня, митрополит Ставропольский Невиномойский Кирилл совершает божественную литургию в крестовоздвиженском храме Ставрополя. В этот раз за богослужением в престольный день ему сослужили настоятель храма протеерей Николай Чемоданов с клиром, секретарь Ставропольской епархии протеерей Александр Гамзяк и духовенство храма в Краево Центре. И по окончании литургии настоятель храма отец Николай поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь, владыка Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником воздвижения Креста Господня. И сегодня пусть Крест Христов охраняет наш храм от болезней, каких-то природных катаклизмов, от зла, от бесовских повождений, от грехов. С праздником воздвижения, честного и желающего Креста Господня. На сегодня все. Молитвами Богородицы. Храни вас Господь. Молитвами Богородицы. Молитвами Богородицы. Субтитры создавал DimaTorzok